шалом дорогие друзья я хочу прежде всего воспользовавшись данными датами муадим ли симха датами к радости хочу поздравить всех с уже идущим праздником суккот кущей когда в чтущее господа бога живут в суке или кушают по крайней мере в суке или по крайней мере заходят в суку в шалаш идея здесь не столько там внутри остаться сколько почувствовать что наша жизнь перед богом это нечто напоминающая слабый шалаш который не гордится своими сильными мощными стенами основанием как некоторые полагают помните наверное царя вану одного худоносора или царя тирского о которых писание говорит что возгордились и пали оба и тот и другой на про новоходоносора написано в исае про тирского царя написано в языке ли там где они упали потому что возгордились перед господом богом и стали как никто мы сука или шалаш которые совершенно не сильны и наше упование на господа бога это должно быть на самом деле символом нашей жизни или каким-то слоганом нашей жизни мудрый соломон говорит что страх господень или переживание что мы просто шалаш зависимы от него это является началом мудрости и успеха любого человека желаю вам чувствовать себя именно в таком плане не поднимая нос потому что писание многократно говорит что тот кто высоко поднимается может сильно падать и я сейчас хочу немножко прокомментировать несколько стихов которые говорят про суккот и точнее даже говорят про выход из суккота или следующий день восьмой день и я специально держу текст на иврите чтобы им продублировать текст на русском языке который записан в 23 главе книги левит или в экрана иврите с 33 стиха потому что в русском языке там она чуть-чуть не до конца корректно переведено поэтому хочу просто прочитать чтобы было понятно вам не сказал господь муж и говоря скажи сынам израиля с 15 дня того же седьмого месяца праздник суккот или кущей семь дней господу то есть в тот же самый день когда делается емкий пур день когда человек прекращает кушать или смиряет душу свою перед господом богом чтобы прочувствовать милосердие свою зависимость от небесного отца потом нужно построить суккот или кущу и жить там семь дней в первый день священное собрание никакой работы не делайте в течение семи дней приносите жертву господу то есть семь дней израиль должен жить в этой суке чувствуя себя вспоминая историю как жили наши праотцы в суккотах в шалашах или по сути каждый должен пережить вот о чем я сказал уже что мы всего лишь слабые люди перед всемогущим творцом и те кто себя чувствуют сильными подобно повторяюсь на ухода носа рулица лютирскому могут упасть в любой момент и важно вот это вот как бы закрепить на личном уровне не то что кто-то там-то где-то а ты сам подобно как про праздник песок говорят что исход из египта это не только переживание всего израильского народа это также переживание тебя личности тебя меня каждого из нас также праздник суккот и вот в 30 и вот в тридцать шестом стихе сказано в течение семи дней принести жертву господу а в восьмой день священное собрание и на иврите написано чего я мим такрыву то есть семь дней приносите жертву ли адунай в восьмой день микрэ кодэш господу дэй крафтем и продолжайте жертву приносить жертвоприношение и написано ли адунай ацерет ху и на иврите сказано остановитесь или ацерет или шмине ацерет как переводится этот день это как бы вы остановитесь все равно в стандартном толковании старта в стандартном то что мы можем прочитать в хазале или в мудрецов израиля прекрасное толкование она говорит что когда ты приходишь к кому-то родному и пропраздновал и пробыл у него несколько дней то потом они тебя не хотят отпускать и ты уже как бы прилепился к ним и хочешь найти любой момент чтобы задержаться еще момент и ты начинаешь уговаривать ну побудьте еще денек ацерт тоцор будь еще денек с нами это та же самая идея здесь как бы творец говорит семь дней вы провели в кущах почувствовав себя действительно в близости со мною в своей зависимости от меня восстановив свое состояние и сделайте еще одно усилие и вот тура говорит в этот день в восьмой день остановитесь тацру и сделайте передо мной еще раз священное собрание насладитесь моим великолепием на самом деле там внутри есть такой как бы сакральный немножко смысл потому что все мы знаем как пишется восьмерка и в разных даже немножко мистических учениях восьмерка это как знак бесконечности как бы одно перетекает другое и бесконечно двигается и вот семь дней куща когда ты приходишь господу богу но если остаешься с ним еще на один день ты как бы прикасаешься к вечности очень интересная идея знаете согласно намекам точно нигде ничего такого не сказано но согласно множеству намеков особенно если использовать толкование пророчеств в новом завете мы видим что ешуа родился по всей видимости на ушана раба то есть седьмой день праздника суккот то есть по всей видимости мирием его мама и юсеф они вместе пришли в бейтлехем их приняли какие-то родственники и по всей видимости поместили в первой части или там своего дома или это была пристройка где обычно держали животных зимою во времена суккота это еще не так холодно поэтому еще не зима и большинство стад они там где-то на поле вместе с пастухами и там внутри все чистое семья также пользуется место чтобы не строить какую-то дополнительную сукку по всей видимости могли сделать там пристройку и поскольку это было стыдно стыдно чтобы родственник пришел и негде его было приютить а в данном случае было скопление огромное скопление народа возможно не было верхней части дома место для юсефа и его жены и их разместили как пару женатую пару к тому же к пару которая должна родить вот как бы в такой пристроечки которая могла быть виртуально как суккот как шалаш как пристройка к дому и там родился спаситель и он родился в последний день суккота хошана раба хошана это великое спасение хошана раба великое спасение так переводится этот день с иврита и когда он родился то реально хошана раба великое спасение она как бы вошло в мир она стала из обетов из пророчеств реальной плотью и на следующий день меня церет на восьмой день то есть на следующий день когда ребенок уже открывает глаза начинает интересоваться миром это образно как будто о лама ба грядущий мир вошел в нашу жизнь посредством нашего машиаха после посредством ешуа и вот здесь я хочу сказать что еврейской среде празднуется этот праздник и это большой праздник он вместе сопоставляется с праздником симхат тура когда это более симхат тура это более поздняя вещь которая наложилась наш меня церет и мы знаем то что происхождение чтения торы священных писаний по еврейскому календарю когда есть недельные главы и когда раз за разом ты год за годом читаешь по новому циклу священные писания очень здоровая система кстати то эта система сложилась во времена эзры когда из еди из вавилона пришли 40 42 тысячи о лим хадашим репатриирующихся в израиль которые были во многим во многим случае людьми образованными и грамотными пришли сюда и там мы знаем кто пришел зру вавель был там был его еще священник был там был не имея эзра как я уже сказал и они пришли они обнаружили что масса людей в эра цисраэль которых оставил здесь вавилонский царь жить чтобы земля не заполонилась дикими зверями это люди очень простые которые читать толком не умели что они забыли даже как читать священное писание эзра разработал эту схему как читать священное писание циклично тогда читали раз три года потом эта схема изменилась вот даже мы читаем в луке в четвертой главе когда по обыкновению еще приходит на церет в синагогу по обыкновению в шаббат ему подают читать из авторы то есть тору читали те местные которые жили там а он как пришедший как гость ему дают какую-то автору читать и он начинает читать что руаха дуна ила из божий дух на мне ибо господь то есть она все складывается в один момент короче говоря цикл торы симхат тора накладывается наш миниатер это тоже очень образно что мы в вечности прикоснуться можем только посредством вот этого слова понятно в мире есть и пророчества и какие-то знамения есть но основным для нас сегодня основным источником прикоснуться к миру грядущему самым главным источником является слово творца которое записано в священном писании и вот израиль и те кто посредством еще амашеха прилепился к израилю еще один день остаются перед лицом господа и перематывают свитки торы и провозглашают дарование этой же торы этот особое благословение что вот мы можем прикасаться изучать это слово и в тот же самый момент мы чувствуем что вечно здесь вплетена и мы знаем что этот день когда ешуа из обетования и слова становится плотью реальность божественности входит в нашу жизнь это дает нам особое переживание и тракшут я желаю всем вам этого и тракшута этого переживания желаю чтобы надежда пришла к вам просто надежда с небес пришла к вам когда вы просто думаете об этих словах чтобы вера ваша окрепла чтобы возрадовались присутствии господа бога искали возможности вот сделать этот ацерет эту еще одну остановку чтобы почувствовать его и чтобы его присутствие или голод по нему пребывал вашей жизни это нас на но основное назначение этого праздника и тора говорит постановление вечное в роды ваши то есть постоянно делайте это чтобы полнота божья наполняла вас желаю вам благословения и суккотни и шмине цер это вот этого избытка дополнения подобных как царь давид поднимает чашу и говорит я беру ту чашу которую ты поставил в виду враги гов моих смотрю а она преисполнена так милость и благословение господа дополняют наши жизни особенным образом во все дни наши будьте благословены шалом вам из израиля и община Шавейцева.